МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцель, программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Понедельник – начало недели и начало интересных разговоров. Но в данном случае не совсем начало этого разговора. Мне кажется, когда мы говорим об Израиле, мы говорим... Вообще невозможно сказать начало, поскольку это вечная тема и вечный разговор. У нас сегодня в гостях человек, который взял на себя смелость создать институт New York Middle East Institute. Middle East Institute – вот такой вот институт существует. И взял на себя смелость предложить рецепты решения всех проблем, которые назрели в Израиле. Периодически Йосиф Яковлев, а именно он является сегодня моим гостем, периодически он бывает у нас в студии, говорит о своих идеях, но каждый раз есть опять и опять о чем поговорить. Тем более, что у нас сегодня есть несколько таких тем, связанных с Израилем, которые, мне кажется, очень интересны. В новостных сюжетах постоянно, по крайней мере, об этом мы говорим. Ну, естественно, уже навязшая в зубах тема возобновления мирного процесса. Последние новости о том, что Хамас, кажется, договаривается с Патхом, и они собираются столицу делать в Газии, и там все будет находиться руководство, тоже довольно. Третье, это ЮНЕСКО, принимает свои полноправные члены палестинскую автономию и считает теперь, что с Палестиной надо как на равных разговаривать. Все это вместе взятое побудило меня пригласить опять Якова Лева, Йосифа Якова Лева, и дать вам возможность тоже задать вопросы и кое-что узнать, как мыслит он, человек, основавший институт Нью-Йорк-Миддл-Ист-Институт. Йосиф, приветствую вас. Добрый день. Скажите, пожалуйста, мы с вами не разговаривали уже около года, хотя вы были в передачах у Кацова в новостных, ну, там как бы это новости, а здесь мы с вами обсуждаем глобальные вопросы. Скажите, пожалуйста, мирный процесс, который происходит, все те темы, которые я сейчас назвал, это все отражено в вашем институте. Что такое институт, Миддл-Ист-Институт, Нью-Йорк-Миддл-Ист-Институт? Потому что мы знакомы с Сатановским, который возглавляет институт Ближнего Востока. Этот институт уже многие знают. Сатановский часто бывал у нас в эфире с Москвой, мы звонили ему, разговаривали, он директор института. Вы директор института, который создан в Нью-Йорке. Есть какое-то различие, есть какой-то другой подход, или это просто географически? Один находится в Израиль, Москва, другой находится в Нью-Йорке. Спасибо большое за вопрос. Есть принципиальное различие. Значит, все остальные говорят о проблемах, мы говорим о решениях. В общем, решения не в виде лозунгов, а о проблемах и о лозунгах они говорят. Мы говорим о решениях, что конкретно, как сделать, чтобы решить эту проблему, у нас полностью разработаны решения, вплоть до конца. Разница в чем? Сатановский – это бывший токарь-танкист. Я, так сказать, по первому, ему почему-то никто не вменяет в виду. Я по первому образованию ядерный физик, геолог, там еще журналистский, юридический, компьютерный специалист. Здесь работал как финансовый специалист. Меня почему-то все это тыкают, что я испытывал последние три ядерных взрыва в России, в Якутии, программа «Нева», еще что-то. Почему мы об этом институте немножко не так много говорили? Потому что, к сожалению, для меня совершенно поразительно огромное количество завистников, у которых это лошонара, какая-то злоба, какая-то дикая, требует, а сколько финансов. Это я плачу свои собственные деньги на это. У меня все женщины разбежались вокруг меня, потому что у меня было две машины, богатый человек, я все деньги на спасение Иерусалима расходую. Женщины этого не понимают, разбежались, это ужас. Только женщины этого не понимают, или этого не понимают и другие тоже люди. Скажите, пожалуйста, вот скажите. Вот есть институт, теперь уже есть. И действительно, я считаю, знаком с многими материалами. Нью-Йорк, Миддл-Ист институт. Он существует, он есть в Нью-Йорке, есть Йосеф Яковлев, которого я уважаю, и мнение которого мне всегда интересно. А как в Израиле к этому относятся? Кто-нибудь вообще заметил, что в Нью-Йорке появилось что-то подобное? Да, спасибо, тоже замечательный вопрос. Во-первых, в Израиле тоже есть филиалы, и все, что я сегодня пишу по-английски, тут же переводится на еврит, разводится по разным сайтам, в том числе на сайте нашего института. И в том числе меня периодически поднимают в три часа ночи с постели израильтяне, например, депутаты КНЕСа, им нужна консультация, денег они не платят, я им не могу отказать, потому что... А почему? Может быть, надо... Это к ним вопрос. На самом деле, это вопрос к вам. Кого вы выбрали, кого вы посадили. Я не могу им отказать, потому что иначе Израиль совсем пропадет. Значит, вот. Вот сегодня такая ситуация. А ну вот, например, какие вопросы вам три часа ночи задают члены КНЕСа, которые вам звонят? Вот вы знаете, последний раз, когда звонил, я думаю, это небольшой секрет, звонил Роберт Тивиаев, я очень рад, что он хотел поддерживать. Да, и во второй передаче, когда мы с вами вели, он был тоже на линии. Да-да. И он хотел получать, он у меня консультировался как раз по вопросам вот этого самого, так называемого, мирного процесса, образования государств. В частности, я рассказывал о конференции Монте-Видео, которая почему-то... Декларация независимости Израиля полностью противоречит конференции. Это мы потом поговорим. То есть, и так, какие-то вопросы, связанные с мирным процессом, да, его интересовало? И вот эти звонки чаще всего связаны с историческими какие-то аспектами, да? Да, исторические юридические процессы, потому что, к сожалению, везде ложь английских разведок. Я говорю, что это... Ложь английских разведок. Это все очень звучит. Значит, у вас есть основная, как бы, хед, как бы, основной, ну, как бы, офис находится в Нью-Йорке, я так понимаю, и вы являетесь руководителем. У вас есть какие-то, ну, продолжатели или соратники в Израиле? Да, в Израиле англоязычные люди довольно много делают, переводят, пишут, распространяют. Но самое главное отличие нашего института, у нас есть фундаментальные работы. Например, впервые нашим институтом создана правдивая история Израиля. Почему никто ее не сумел написать? То есть, на сайте института сейчас стоит, начиная с 7 века, то есть, и стоит только те куски сегодня, которые прямо или косвенно относятся к образованию государства Израиля, к нашим правам и к этому, так называемому, мирному процессу. Это на английском языке или на русском? На английском. На русском языке у меня издана книга, которую вы тогда рекламируете. Очень интересная книга, я тоже о ней очень мало говорю, просто чтобы уменьшить количество вот этих каких-то завистников в странах. Не будем говорить о завистниках, потому что у каждого творческого, талантливого человека были, я помню, у Галилея было, да, были завистники, у Коперника были завистники. У всех, там на осне. Хорошо, скажите, пожалуйста, ну вот, ну прежде всего я бы хотел, может быть, назвать адрес на веб-сайте. Веб-сайт это nymei.org. Секундочку, nymei.org, это аббревиатура слов New York Middle East Institute. Понятно, пять букв. Да, nymei.org. И знакомиться с материалами, я бы советовал прямо с первой колонки, первой позиции, там фундаментальные работы, значит, true history of Israel. Скажите, пожалуйста, ЕСФ, а вот вы говорите фундаментально, вы говорите впервые, вы говорите, что это то, что как бы является основой Израиля. А вы что, последняя инстанция? Вы знаете, как-то так странно получается. Например, все говорят о мандате на Палестину, никто не сумел найти мандатери ло и посмотреть, что там написано. Почему-то эту работу, почему огромное, у евреев, среди евреев всегда хватало юристов с корочками, с дипломами, почему-то никто никогда не нашел мандатери ло. А у вас есть ответ, почему не нашли? У меня есть слишком много ответов на эти вопросы, потому что все, короткий ответ такой, все повторяют то, что написано в учебниках. А в учебнике вот... Вот я помню такую интересную деталь, что, мне кажется, Аристотель, да, сказал о том, что муха имеет четыре ноги. Да. И триста лет. Триста лет история повторяла за Аристотелем, что ты и потом лишь разобрались, что шесть ног. Не то, что разобрались. Но триста лет не... То есть вы хотите сказать, что вы Аристотель, а... Я не знаю. Или наоборот. Все, кто меня достаточно близко знает, у меня никакого чванцева нет совсем. Я знаю, что сделаны громадные работы, я их предлагаю показывать. Чванцева у меня, не знаю, может быть, в детстве когда-то было, но не давно нет. Я здесь работал на самых лучших... Но эта работа, она как бы подтверждена какими-то еще дополнительными, я знаю, научными авторитетами. Это как делать? Эта работа подтверждена фактической информацией, первоисточниками настоящее, то есть договорами. То есть в трухе из трех израил, которая написана, значит, она на английском, существует сегодня на английском, на иврите, на французском и на португальском плохенько, сделала на русском некогда перевести. Вот это фундаментальная работа в той истории, которая стоит на вашем сайте. Да, да, да. Окей. Трухе из трех из трех израил. Значит, все рассказывают, вот так это было, там начинается всегда точная дата, с точностью до суток. Год, месяц, число. Вы проверяете эти даты? Да, конечно. Вы копаетесь из первоисточников и так далее? Потому что мы с вами... Много фотографий этих первоисточников. В том числе, например, я нашел уникальную фотографию, где Бен Гурион подписывает Декларацию независимости Израиля. И на самом деле он не подписывает Декларацию независимости Израиля. Он подписывает вот такой обрывочек. Я раскопал. Оказывается, то, что написали, опять-таки, профессионалы. Там было три варианта, которые спорили. Вот эта история слезливая о том, что в последнюю секунду подвезли. Это неправда. Правда оказалась в том, что они написали то, что убивало Израиль. Бен Гурион лично отрезал. Зайдите на сайт документов и посмотрите. Бен Гурион подписывает вот такой вот коротенький листочек бумажки. И что? Декларация независимости Израиля из трех кусков. То есть это опять вброс каких-то ужасающего преступления. Ну, разве это в конечном итоге, Юсиф, давайте будем реалистами. Разве это настолько важно? Он подписывает маленький клочек бумаги, но в конечном итоге это является основой для того, чтобы сказать, Израиль, государство родилось. Израиль, государство родилось совершенно замечательно, но когда у нас есть основа, знаете, у вас есть фейк айди или у вас есть настоящая айди. Главные проблемы Израиля от того, что у нас все айди, которые, у нас все права на государство оболганы, украдены, все перепутано, к сожалению. В том числе вот такая вещь. Я почему привел пример с Бен Гурионом и с этим? Вот есть конкретная фотография официальная, на которой видно, что подписывают мне декларации. Вот такие, все полностью подтверждено, каждая позиция полностью подтверждена конкретными цифрами, документами, фотографиями. То, что в учебниках написано, я за это не могу отвечать. Они написали ложь. Я пишу конкретные документы, если это договор, то это фотография договора, и на это много сил, много денег. Если какое-то действие, то это фотография этого действия. То есть все, что написано сейчас, как называется еще раз ваш труд? Правдивая история Израиля. Шрухи из трех Израил. Начинается у нас с 1700 года и по сегодняшний день? То, что сейчас стоит на сайте, у нас острейшая проблема спасения Иерусалима. Это короткий конспект. У меня есть огромная работа о разрушении храма, о истории 9-го Ава, о Пуриме, очень интересные работы. Кстати, они на русском только написаны пока. Там я их не поставил. Можно на мой Facebook это найти. Там поставлено только то, что имеет отношение к спасению Израиля, к пониманию основ Израиля. Она даже называется True History of Israel. То есть правдивая история Израиля и юридические права на землю Израиля. Вот фундаментальная работа. Хорошо, мы разобрались о том, что ваш сайт старается подать материалы правдивые на основе документов, которые вы сами раскапываете и оживляете, скажем так. Давайте вот три темы. Я бы хотел, чтобы мы с вами не расплывались, потому что об Израиле можно говорить часами и на любые темы найдется о чем поговорить. Прежде всего, я бы хотел поговорить о последних событиях, которые сегодня происходят. Вот давайте мы коснемся последним договором, который сейчас мечтает и как будто бы уже у них получается договор между Фатхом и Хамасом и перенесение столицы из Ромалы в Газу. Скажите, пожалуйста, вас как-то смущает этот договор? Этот договор как бы опасен для Израиля? Вы считаете, что это может быть внести какие-то дополнительные минусы в мирный процесс? К сожалению, мирного процесса не существует. Существует процесс в этом, то, что кричат правы, они правы, но они дают все равно неправильный диагноз. Я бы хотел вот какую вещь сказать. Есть такое понятие симптомы и диагноз. Вот, например, я вам говорил, такая ситуация, когда у человека язва желудка, спросите, это у врачей, врачи это, а многие старики это хорошо знают. Когда у человека, у меня, слава богу, нет язвы желудка, когда у человека язва желудка, у него ночами страшно болит спина. Спина реально болит, но болезни в спине нет, а болезнь находится в язве желудка. И сколько ему не лечи спину, он только умрет. Вот то, что сегодня происходит. Есть симптомы, реальные симптомы. Об этом писал, в частности, Гомер. Есть очень хороший перевод, он даже красивее на русский, чем на английский. Это говорится, что событие зрит и безумный. Еще раз. Событие зрит и безумный. То есть, чем занимаются все новостные агентства? Они, кстати, говорят, вот такое случилось. Каждый безумный, может, это сказать. Это Гомер еще написал о том, что событие зрит и безумный. Нет, надо поставить диагноз, этим никто не занимался. Все кричат о симптомах. Откуда это событие произошло и почему произошло? Как дошли до жизни такой? И что является первопричиной болезни? Первопричиной болезни сегодня Израиля является то, что мы отдали все права на квартиру. А потом, сейчас мы еще пару стволов прикупим, и мы защитим. Секундочку. Вы говорите очень образно, очень интересными такими параллелями. Это все очень здорово. Но у нас есть конкретный Израиль. Есть конкретная не квартира, а израильская территория. И мы ее не продали вроде бы, все нормально. Почему вас смущает, что мы отдали права на эту землю? Дело в том, что у нас есть договор со всеми арабами. О том, что вся Палестина подлежит евреям. Почему арабы подписали? Секундочку, когда этот договор был составлен, подписан? Этот договор был подписан тогда же, когда создавалось государство Венгрия, когда создавалось государство Австрии, когда оформилось все международное законодательство на Версальских договорах, на Парижской мирной конференции. Когда все международное право было сведено к двум глобальным китам, все международное право стоит на двух китах. Это Вашингтонская система для морских соглашений и Версальская система для суши. Там что-то нарушали, все это базируется на этих двух вещах. По-русски она так и называется, Вашингтонская Версальская система. И вот прямо там, на самом высшем уровне, выше вообще не может быть. Это какой год? 19-го? Это год 19-й год. И что сказано там? Значит, в Версальский договор входит официальный договор между всей арабской нацией и сионистами еврейской нации. Еще раз, представителями арабского объединения наций. И еврейскими сионистами. Подписан договор о том, что вся Палестина принадлежит евреям. Кто подписывал этот договор? Этот договор подписывали со стороны евреев, подписывал Вейцман. А со стороны арабов, со стороны всей арабской нации, со стороны всех мусульман, подписывал официальный главный мусульманин, то есть сын Шарифа, это прямой потомок Магомета. Он является официальным, его отец был сыном Шарифа, и не совсем понятно, был ли он Шарифом, формально не было, но другого нет. То есть он до сих пор признается самым великим арабом, сегодня, значит, вот этот Эмир Файсал. Он официально избранный глава делегации, была делегация от всей арабской нации. У этой делегации есть глава, и глава этой делегации... Где это происходило? Значит, это происходило в два этапа. Первые два этапа, а потом этапы ратификации. Первый этап, это за две недели до Парижской мирной конференции. Учебники опять врут. Значит, эти делегации встретились, делегация еврейская и делегация арабская, встретились в Лондоне, и в Лондоне подписали договор о том, что вся Палестина принадлежит евреям. Скажите, пожалуйста, если очень далеко не уходить, чем было вызвано, почему арабы так лояльно отнестись к сионистскому движению? Дело в том, что как это не... Притом, мне кажется, в этом договоре они говорят, что мы не трогаем вас, и вы занимаете Палестину, а мы занимаем и делаем основами мусульманства Сирию и... Примерно так. Там вот какое. Если упростить немножко эти формулировки, там говорится так. Значит, вся Палестина принадлежит евреям, а при этом евреи соглашаются, но у евреев очень никто не спрашивал, потому что евреи никогда не претендовали, а вся Месопотамия, то есть Ирак и Сирия принадлежит арабам, и евреев вообще не спрашивали, потому что евреи соглашались, евреи никогда не просились, не выражали, проблем не было. Теперь, почему это подписали арабы? Значит, сегодня опять-таки учебники все обманывают, к сожалению, арабы всегда были очень сионистичны, это есть показания свидетелей официальных тех времен. Это очень интересно звучит сегодня, особенно. Да, поразительно, это Англия всех поссорила. Так вот, в Коране прямо написано, что вся Палестина принадлежит евреям, это сура 5, значит, из нее раздел 20 и 21. Вы тоже это прочитали? Ну, конечно, я огромный, я больше 10 лет этим занимаюсь. Женщины не так давно убежали все, но я до сих пор прекрасно танцую, я веселый кавалер, меня на праздники приглашают, но это отдельная история, я просто привел как пример. Но вас приглашают на праздники в связи с Израилем и в связи с женщинами? Нет, да, мы иногда приглашают. Хорошо, вернемся к Израилю. Сейчас, наверное, день рождения мне что-то устроит, но это, так сказать, не совсем тебе дамы, не совсем личная общение. Хорошо. Итак, арабы подписывают договор с Израилем на основании, как вы говорите, исторической традиции. На основании требования Корана. Требования Корана. Да, требования Корана. Итак, давайте мы запомним, что это 1919 год, 1919 год, это Лондон, и подписывается договор. Кстати, где-то я встречал, что это в 1918 году все-таки было подписано. Значит, в 1918 году есть, к сожалению, ложь, которая написана прямо в официально 11-томнике еврейской энциклопедии, которая у вас есть. Она называется краткая, но это огромные 11 томов, к нему еще три дополнительные книжки. И там написано, что это якобы был договор, вообще разговор, то есть там вообще не оговаривается ни слова, не говорится ни про Лондон, ни про этот договор. Там говорится, что якобы Файсал с Вейтсуном встретились в Вакабе, это там почти на Синае, там возле Эйлата примерно, в Египте. Значит, в Вакабе якобы. Якобы это было в 1918 году, якобы они там подписали добровольные договоры. Соглашение. Да, местный договор между двумя людьми, типа пойти выпить, там вместе согласиться, там хорошо провести время. Хорошо, но в этой попереди ничего не говорится о лондонском договоре. Такое, между двумя делегациями, это две совершенно разные вещи, юридические лица и юридические лица. Все ваше мировоззрение строится на том, что, к сожалению, факты, которые были в действительности фальсифицированы, зачастую искажены, и таким образом сегодня надо просто разгрести вот эту кучу хлама лжи, чтобы добраться до основания, и тогда все станет ясно. Израиль будет спасен. Я правильно говорю? Абсолютно правильно. Нам нужно доказать наши права на эту квартиру. Почему в краткой еврейской энциклопедии, написанной евреями, а не антисемитами или мусульманами, написано, например, в 1918 году, и ничего не говорится о 1919 году о Лондоне? Потому что для того, чтобы вам позволили что-то делать, вам нужно получить диплом. Диплом можно было получить только в Англии, а Англия что хотела, то и написала в экзаменационные билеты. Кроме того, английские разведки очень опытные, они провели громадный вброс дезинформации, в том числе в 2003 году был громадный вброс дезинформации проведен через... Ну хорошо, но сегодня восстановить это можно? Мы все сделали, мы восстановили. Все повторяют то, что написано в учебниках, мы полностью все восстановили. Секундочку, если в 1919 году был подписан такой договор, в котором признается право сионистов на Палестину, и мусульман на Междуречии, это Ирак и Сирию, то почему сегодня Израиль, правительство Израиля и вообще какие-то структуры, которые, скажем так, хотели бы разобраться в истине, не говорят, слушайте, о каком мирном договоре сейчас с палестинцами надо вести речь? Если и был в 1919 году, надо просто вернуться к нему и все. Ну, дело в том, что показательным является книжка Бениамина Антониягу, которая по-русски называется «Наше место под солнцем». Значит, он в середине книжки подробно рекламирует убийственную для Израиля теорию, что якобы империалисты в 1920 году нам дали, якобы в Сан-Рема велели евреям пойти и захватить эту землю. Это совершеннейшая неправда. А в конце книжки договор между арабами и евреями у него приведен тоже, но к нему нет в аппендиксе, в приложении, то есть он его не сумел скрыть. То есть он существует, у него на руках есть, они не знают, что с этим делать. Потому что все книги противоречественные, все платные специалисты, то есть все, значит, нужно сказать, такую вещь, она может быть звучит дико, но, значит, все были куплены за признаваемые в мире дипломы. Все хотят иметь признаваемые в мире дипломы. Вы имеете в виду выданные в ЛАБ Англии? Выданные, сначала они были только в Англии, потом выданные в Иерусалиме, но это выдавали те люди, которые получили... Дипломы вы имеете в виду ПИЖД, доктораты? ПИЖД, доктораты, начиная от БЭЧа, все остальные. То есть эти люди сначала должны были получить диплом только в Англии, больше негде было. И они как бы строили свою научную работу на тех данных, которые им выдавала официальная английская структура. Более того, весь ужас в том, что сегодня ни один из институтов, кроме моих, об Израиле, в общем-то, и не пишет. Зайдите на сайт Вашингтонского института Ближнего Востока. Там все только про арабов, они давно перестали писать. Институт находится чуть ли не напротив Белого дома практически. Зайдите в Колумбию. Почему такая? У них нечего написать. Потому что дело в том, что... Не о чем сказать об Израиле. Мне кажется, все средства массовой информации заполнены Израилем. Симптомами? Это мне напоминает анекдот, да? Китай и Израиль. Почему Китай такой маленький, а Израиль такой большой? Нет, смотрите, симптомов очень много. А никто не знает, болезнь не сумели понять. Значит, газеты заполнены симптомами. А ни один институт, кроме нашего, не смог написать о том болезни. Они просто не могут написать. Хорошо, так мы все-таки вернемся к тому вопросу, о котором мы говорили. Фатх и Хамас. Вы видите большое различие между двумя этими организациями. И как вы считаете, они могут объединиться? И это страшно для Израиля? Или, как говорится, холоднее или горячее не будет? На эту тему есть очень смешное выражение. Но я не буду сказать, на иврите там, так сказать, ассоциируется с неприличными выражениями. Это представитель Шабака, руководитель Шабака, когда его спросили подобный вопрос, он сказал, что это одно и то же. Там очень интересное выражение. Беда в том, что объединятся или не объединятся, они все равно будут представлять только себя. Они не представляют арабскую нацию. Всегда появится, что бы они ни подписали, всегда появится третий. Секундочку, что значит появится третий? Третий может появиться сейчас и в Нью-Йорке. Есть разные государственные структуры. Появится еще одна структура. Вот, пожалуйста, те же самые демократические сейчас движения. Они тоже заявляют, мы тоже, мы еще одна сила. Ну и что? Так же и в Палестине. Есть две понятия. Есть сила, а есть юридическое лицо, которое представляет, например, народ или государство. Они не представляют. Что Фатх и Абу Мазан? Они на сегодня, кроме себя, никого не представляют. Они добьются того, что они начнут кого-то представлять. Но именно этим они сегодня... На самом деле, с 1988 года они представляют... Организация освобождения Палестины, я немножко путаюсь между английским и русским языком, она официально превратилась в арабское государство в 1988 году. Мы, надеюсь, сегодня успеем об этом поговорить. Но это не помешало появиться Хамасу, не помешало появиться Фатху. Теперь они начинают, теперь не помешает появиться третьему, четвертому, пятому. Никогда не помешает. И чтобы с ними не подписали, это будет стоить не больше этой бумажки. Никогда. Это немножко поможет в финансовой потоке. Лимитер закончится это тем, что все это дело на основании резолюции 181, которая написана отобрать в Иерусалим. Иерусалим, если не применят решение, которое мы создали, Иерусалим будет отобран. Евреев уже выселяли 5 ноября из Иерусалима. Мы с вами смотрели. Все отремели от Иерусалима. Израильская полиция с нарушением всех норм закона выселяла евреев, которые прожили в своих домах 9 лет. Ну, это как бы их внутренние всякие конфликты. Мы не будем пока в это влезать. Потому что они не могут ищетить. Это объединение Хамаса и Патха вас не волнует. Для Израиля это не опасно. Это очень опасно, но оно все равно произойдет. То есть, пока они между собой грызлись, можно было тянуть время. И по целому ряду. Они сначала тянули до 2002 года, когда был создан римский статут, то есть возможность криминального суда. И Израиль сначала, опять-таки, сделал феноменальную глупость. Сначала зашел, потом вышел вообще с позором. Отозвал себя. Из римского статута, из криминального суда. То есть, криминальный суд имеет те, кто заходит. Но все равно теперь, по многим причинам. Значит, когда криминальный суд... Израиль и так судят везде. Всех солдат, всех офицеров. Они не знают, как себя защитить. Они врут, что они защитят, они себя не могут защитить. Значит, Шауль Мафас убегал от лондонской полиции, от ордера на арест. Дарун Альмок убегал от лондонской. Люди, которые стояли, солдаты, капитаны, лейтенанты, которые стояли на карауле, в полном соответствии с уставом действовали. Значит, по 8 лет тюрьмы в Лондоне получали, потому что Израиль не может доказать свою законность. Это право и врут, они говорят другое. Израиль не может доказать законность своего существования, поэтому Израиль не имеет права. То есть, сегодня официальными... Что такое Израиль, секундочку, вот эта вот фраза. Израиль не может доказать право своего существования. Что значит? Есть декларация, есть решение Организации Объединенных Наций, есть созданное государство, член Организации Объединенных Наций. Что значит не может доказать? Решение Организации Объединенных Наций ни в коем случае не позволяет евреям владеть Иерусалимом. Значит, любое действие израильской армии, любое действие израильской полиции может быть судимо. Израиль не сумел доказать. То есть, Организация Объединенных Наций в своем решении разделила территорию на три части. Израиль, то есть, для евреев, для арабских палестинцев и международная территория под мандатом ООН. Иерусалим. То есть, вы хотите сказать, что таким образом Израиль не имеет права на Иерусалим? Что это самозванное решение? Это не я хочу сказать. Значит, если Израиль не может в международном суде доказать, что израильская полиция или израильская армия имеет право там что-то действовать, если им не суждают, то есть, Израиль не может доказать. Именно поэтому они просто врут. Израиль не может доказать. То есть, если вы сидите в своем доме, и вас нападает, вы пристрелили, потом вы показываете, что вы владелец этого дома, у вас есть лист на квартиру, у вас совершенно другой раз очень большая вероятность, что вы уйдете из-под суда невиновным, потому что на ваш дом было наведено нападение. Израиль не может показать права владения. Они есть, но у нас во всех учебниках написано ложь. Израиль, у них не хватает то ли желания, то ли ума, или еще чего-то. У нас все готово. Мы готовы защитить, нас не пускают. То есть, секундочку, у вас есть как бы юридическая основа, чтобы сказать, Иерусалим принадлежит Израилю. Конечно. Но он и так как бы Кнессет постановил, что Иерусалим принадлежит Израилю. Все, неделимая столица Израиля. Это решение Кнессета. Это было самое глупое решение, которое когда-либо принял Кнессет, потому что на завтра все посольства из Израиля уехали, из Иерусалима уехали. То есть, до этого решения половина посольств находилась в Иерусалиме. А 20 сентября произошло, 80-го года, кажется. Я могу точнее вспомнить, год забыл. Ну, неважно. Значит, на завтра все посольства уехали, в том числе, американское посольство вынуждено было полностью. То есть, они уже почти находились в Иерусалиме. Секундочку. Американским правительством мы еще решим. Дело в том, что каждое американское правительство обещает переселиться. Уже не обещают. Это последнее. Мы еще поговорим об этом. Уважаемые телезрители, мы дадим вам немножко отдыха. Расслабьтесь. Посмотрите рекламу, возьмите чайок и возвращайтесь к разговору о Иерусалиме и об Израиле. Тем более, что у вас предоставится возможность самим участвовать в этом разговоре. Реклама. Диабет опасен своими осложнениями. И для пациентов, страдающих диабетом, мы используем специальную аппаратуру для проверки глазного дна. Глаукома ведет к слепоте. В нашем центре есть ультрасовременная аппаратура для диагностики и лечения этой коварной болезни. Если вы страдаете сухостью глаз, конъюнктивитом или нуждаетесь в срочной помощи, мы открыты 7 дней в неделю, чтобы помочь вам в любой момент. Никто не позаботится о вашем зрении лучше, чем Мега-Вижн-центр. Звезда русскоязычного Израиля. Герой 50 фильмов. Человек года. И лучший актер года Израиля. Певец невероятного темперамента. Владимир Фридман в сольном концерте. Ах, не лети так, жизнь. Ноги требуют особого отношения. Если вас замучили косточки, мешают жить мозоли, беспокоят грибок и вросшие ногти, обратитесь в офис специалиста высшей категории Эмилии Строговой. Доктор Строгова уже более 20 лет специализируется на проблемах диабетической ступени, лечении пяточных шпор и общей хирургии стопы. Серьезные проблемы требует внимания серьезного специалиста. У нас всего две ноги на целую жизнь. Приходите к нам в офис. Мы о них позаботимся. Каждый прожитый день мы принимаем с благодарностью. Так обстоят дела с болезнью Альцгеймера. Ей нужна моя помощь и помощь лекарства. Пластерик Силон выделяет лекарства непрерывно в течение суток. Для лечения симптомов слабой и средней формы болезни Альцгеймера она использует один пластерик Силон в день. Это не может изменить течение болезни. Сообщалось о госпитализации и в редких случаях летальном исходе пациентов, которые одновременно носили более одного пластыря. Наиболее распространенные побочные эффекты пластыря Альцгеймера – это тошнота, рвота и диарея. Вероятность и тяжесть этих побочных эффектов может возрастать с увеличением дозы. У пациентов может произойти потеря аппетита или веса. Пациенты, вес которых менее 110 фунтов, могут испытывать больше побочных эффектов. Люди с риском развития язвы желудка, принимающие определенные препараты, должны обратиться к врачу, так как могут усугубиться такие серьезные проблемы с желудком, как кровотечение. У людей с некоторыми заболеваниями сердце может произойти замедление сердцебиения. Всегда, когда она была нужна мне, она была рядом. Теперь я рядом с ней. Спросите у врача, подойдет ли пластырь Альцгеймера вашему близкому человеку. Посетите сайт axelonpatch.com, чтобы получить дополнительную информацию. По многочисленным просьбам зрителей, дополнительный концерт в театре «Миллениум» состоится 4 декабря в 2 часа дня. «Миллениум» Изменением голоса и потерей слуха страдают миллионы людей. При любых заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей, при аллергии, головокружениях и ухудшении слуха посоветуйтесь с доктором Рабкиным. Специалист высшей категории, профессор Рабкин, признан американским колледжем хирургов, бортом отоларингологии и аллергии. Консультация с доктором Рабкиным избавит вас от любых заболеваний уха, горла и носа. С вами Борис Стенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня Йосиф Яковлев, человек, который создал институт New York Middle East Institute. Его основная база находится здесь, в Нью-Йорке, но есть и фериалы, как бы и работающие люди в нем в Иерусалиме, в Израиле. И у нас сегодня разговор, который чаще всего и происходит, когда в студии Йосиф, мы с одной стороны вскрываем, то есть я на себя такую функцию не могу взять. Это Йосиф Яковлев умеет докопаться до каких-то таких фактов, исторических фактов, поднять такие исторические материалы, которые дают возможность посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке, естественно, в Израиле, по-новому. Не всегда его понимают, хотя он рассказывает, что в три часа ночи ему звонят из Иерусалима депутаты Кнессета и разговаривают с ним о разных вопросах, связанных с мирным договором, поскольку он знает. У него прекрасная память у Йосифа. Я тоже ему звоню, но не в три часа ночи, когда у меня возникают какие-то вопросы. Поэтому у нас сегодня есть возможность с вами быть немножко, как бы, объективно со стороны слушать Йосифа, опираться на ту информацию, которую вы получаете из прессы, и, если что-то неясно, задавать вопросы. Поэтому на экране сейчас вы увидите номер телефона, по которому вы можете звонить, прямой эфир, и нашему гостю задать вопросы. А наш гость Йосиф Яков Лел, основатель института New York Middle East Institute. Йосиф, прежде чем люди схватят номер телефона и начнут звонить, и задавать вопросы, я бы хотел спросить. Но вот мы говорим, Иерусалим нам не принадлежит. В то же время мы с вами решили, что Кнесет принял все-таки постановление. Единая, неделимая и вечная столица Израиля. Так, то есть, есть решение. Да, там кто-то может чего-то там бякать, но в конечном итоге это столица Израиля. Иерусалим нам принадлежит. Мы этого не сумели оформить, как положено. Как, например, когда мужчина с женщиной находятся в личных отношениях, они потом правильно оформляют свою семью. Зачем, я не знаю, женщина это больше любит делать. То есть, как бы, чтобы было, ну, я не знаю, юридическое спокойствие с ситуацией. На самом деле, чтобы ситуация детей была. Это очень важно для детей. Чтобы у детей была ситуация простая. Вы считаете, что Израилю необходимо ради детей своих, то есть, ради граждан своих будущих? Сделать как-то более юридически обоснованное владение Иерусалимом? Юридически правильное. Оно сегодня совершенно юридически неправильное. Сегодня убийственная ложь везде написана. В чем неправильность? Значит, сегодня везде написано, что Больфур, который на самом деле, Больфур был страшным антисемитом, что Яков Больфур написал декларацию. Не декларация, а частное письмо. Это было частное письмо, в котором говорят, что евреи тоже имеют право на свою национальную территорию. Совсем так. Англия признает договоры между арабами и евреями. Те переговоры, которые ведутся между арабами и евреями, в этот момент велись переговоры очень успешные и прекрасные между арабами и евреями, что Англия их одобряет, Англия их поддерживает, Англия на себя берет обязательство поддерживать никому-то. Сегодня написано, что якобы Англия послала, никого не послала. Дальше следующая позиция, что якобы в Сан-Рема собиралась Верховный суд Лиги наций. Во-первых, там не Лиги наций, и не Верховный суд, и не Лиги наций собиралась. А там собиралось военное совещание стран-членов Антанты. Военное совещание, в первую очередь, Англии и Франции разбирались с другим членом Антанты, с Россией, что делать с Россией. А также у меня подробно расписано в истории, что там на самом деле занимались. А в Личнем Востоке о Иерусалиме ничего разговора не было? Они там написали относительно значимые документы о Ираке, о Месопотамии, о Сирии и ничего о Иерусалиме. Везде написано, что существует такая якобы резолюция Сан-Рема о Палестине. Я задаю простой вопрос, а кто ее подписал? Оказывается, никто не подписал, никто не знает. Все книжки врут, тот же полон. Хорошо, давайте мы узнаем, может быть, Майкл из Нью-Йорка, он знает, кто подписал и как это все было. Майкл, здравствуйте, вы с нами в студии. Здравствуйте. Да. Это у вас очень интересная передача. Да, пожалуйста, только чуть погромче и с удовольствием. Да, пожалуйста. Я-то в Лео, у меня один вопрос к нему. Да. Вот то, что он рассказывает, это очень интересно. И я этому верю, конечно. Вы ему больше верите, чем всем остальным? Нет, я ему верю, конечно, не на все 100%. Потому что вопрос этот можно было поднять на Кнессике, юридически доказать. Так, и в чем у вас вопрос? И вопрос такой. Если действительно это было написано, юридически доказано, что Палестина принадлежит Израилю, и Юрисалим не велим, почему бы такие люди, которые в Кнессике сидят, и юристы Израиля, не могли бы поднять этот вопрос на уровне, мировом уровне? Или они не в состоянии это сделать, потому что очень большие силы в мире протистоят этому вопросу? Хорошо, Майкл. Хороший вопрос. Спасибо, хороший вопрос. Я готов отвечать. Беда в том, что они рекламируют... 120 членов Кнессета. Совершенно все разные. Почему эта сила не может... Да, пожалуйста. Потому что они рекламируют совершенно другую. Теория, они не понимают, что она для Израиля убийственная. Значит, в 2007 году весь Кнессет в полном составе собрался, пригласили все министерства иностранных дел, всех членов правительства, огромное количество делегаций со всего мира, и стали праздновать решение ООН отобрать у евреев. Секунду, что такого не было. Такого не было. Они не праздновали решение отобрать. О чем вы говорите? Вы хотите сказать, что было празднование чего? Резолюцию. Формальную. Нет, нет, нет. Формально это называется Partition Palestine Resolution. О том, что разделили, и таким образом появилось право у евреев на территорию. Нет, у евреев... У евреев исчезло право, оно не появилось у евреев. Секундочку. Вы хотите сказать... Можно я чуть-чуть буду вас переводить? Конечно. Вы как... Перефразивайте. Я очень-очень с большим интересом отношусь к тому, что вы говорите, но я хочу сам разобраться в том, что вы сейчас к нам доносите. То есть, празднование было как бы признанием Организации Объединенных Наций право на отдельные государства и разделение этой территории. Да, там был пункт, что Иерусалим является международной территорией под мандатом ООН. Правильно. Вы это рассматриваете как, что Израиль, празднуя вот это разделение, таким образом отказывается от Иерусалима. Я правильно говорю? Нет, почти правильно. Это не я рассматриваю. Что написано в бумаге, то на ней написано. Вы ничего другого не понимаете. Хорошо. Если у вас есть право водить трактор, то у вас есть право водить трактор, но не дает вам право водить самолет. Если у вас написано право вертолета, то не дает вам право... То есть, как бы Израиль празднует, а где-то там задним умом, таким образом получается, что соглашается с тем, что Иерусалим под мандатом ООН. Прямым умом. Смотрите, государство Палестина, созданное в 88-м году, арабская Палестина, официально, в 15 ноября 88-го года. Это собрались в Алжире, и это было признано официально, что государство Палестина провозило 15 ноября 88-го года. И вот тут же признали 95... Через две недели признали 55 стран, уже включая Россию. Через два месяца признали 95 стран. 1988-й год? 1988-й год. Это в Алжире было, да? Да. На основании именно этой резолюции ООН 181, которая провозила. Дальше. Через два месяца было подано заявление на сступление в ЮНЕСКО, которое произошло меньше месяца назад. Значит, их приняли в ЮНЕСКО. Все на основании резолюции 181. На этой же основании у нас отберут... Хорошо, секундочку. То есть, таким образом, вы хотите сказать, что вместо того, чтобы сейчас юридически пытаться доказать, что Иерусалим является израильской территорией, вообще все это израильская территория, вместо этого начинаются какие-то, я как вам сказать, половинчатые какие-то переговоры и уговаривания друг друга. В то время, как есть какая-то основа, на которой все стоит, и вы эту основу знаете. Да. Эту основу забыли. Дальше идет совершеннейшая ложь, которая... То есть, это никаких прав на момент резолюции ООН 181, ее нужно отрицать. Мы могли воспользоваться. Когда кто-то захвачен, захвачены заложники, появляется какое-то окошечко. Мы не говорим, что это такое. Мы можем проскользнуть и отрицать его. Так вот, отвечаем на вопрос Майкла, чтобы у нас очень много звонков. Майкла, почему 120 членов КНЕСЭТа, ни один не поднимается, говорит, а вот мне сказал Йосиф в 3 часа ночи, что мы не правы? Потому что они всю жизнь говорили другое, потому что в учебниках написано другое. У них смелости не хватает, ума не хватает. Вы у них спросите, почему мне не дают в КНЕСЭТе выступить? Почему мой институт финансирует только я лично? Почему мне не дают... Почему мы это рубают? То есть, вы у вас нет... Майклу вы не отвечаете. Я отвечаю. Алекс, Филадельфия. Здравствуйте, Алекс. Вы с нами в студии. Алекс. Алло, здравствуйте, наконец. Наконец. Очень интересная передача. Да. Первый момент. Евреи сдали Иерусалим арабам в 637 году. Я сейчас запишу. Они были под владением Византии, и чтобы уйти от христиан, они сдали арабам Иерусалим. Это первое. Второе. Второе. Да, да. Евреи без арабов жить не могут. Это все говорят. Поэтому такое происходит явление. И третье. При освобождении Иерусалима в 1967 году полностью от арабских войск, Машедаян запретил трогать арабов в Иерусалиме и оставить их там существовать полностью, сколько они хотят. Ваш вопрос, Алекс. И отдать им остатки Иерусалимского храма. Ваш вопрос, Алекс. Что вы хотите? Возьмите Аляксу под их управление. Поэтому все евреи до сих пор считают, что без арабов они жить не могут. И поэтому вот такая ситуация с Иерусалимом. Спасибо, спасибо, Алекс. Я понимаю. Спасибо большое. Простите меня. Скажите, пожалуйста. Ну, я понимаю, Алекс эмоционально говорит все это. Вы с чем-нибудь из этого согласны? Только с цифрой 637 достаточно близко к фактам. Значит, вот в чем ситуация. Во-первых, на тот момент на этой территории военным образом правили христиане. Ее захватили войска мусульманские, при этом не арабские мусульманские войска. Мусульманские, но не арабские. И условием сдачи Иерусалима христиане поставили не пускать евреев в Иерусалим. Значит, евреи на тот момент никаким военным или полицейским, или каким-то другим силовым способом Иерусалимом не владели, хотя евреи там жили. И именно христиане перед сдачей Иерусалима мусульманам поставили условие выгнать всех евреев, и евреев в Иерусалим не пускать. Ну, это каждый между собойчик, между христианами и мусульманами, скажем так, да? Но вы основываетесь на том, что Иерусалим принадлежит евреям. Почему? Иерусалим евреям принадлежит, но мы это должны сегодня вернуть себе юридические права. Нам не хватит пушек, не хватит сил. Значит, теперь, что я хотел сказать. Вот все, что сказал Алекс предыдущий, он это говорил очень эмоционально. У сердца болит, но его обманули. Всю информацию, которую ему дали, все ложь. Все ложь. Вот цифр годик. Вы можете буквально полтора слова на каждый ответ? В 637-м вы сказали, что не могут жить без арабов. Дойдем, секунду. Он сказал, что евреи отдали мусульманам Иерусалим. Не правда, не евреи отдали, а христиане отдали. И при этом христиане мусульмане хотели, мусульмане всегда были за евреев. Как это не дико звучит, потому что Коран такое говорит. Все понятно, все понятно. Вопрос исчерпан. Тот, кто был в эвакуации в Ташкенте, знает, что мусульмане дико поддерживали евреев. Поддерживали, давали еду, давали одежду, давали одежду, потому что в Коране написано «евреев поддерживать». Хорошо, мы уже об этом разобрались. Хорошо, Есим. Не могут жить без арабов. Это существующие, повторяющиеся лозунги. Это мне всегда напоминает крокодила. Он всех крокодил может скушать, но когда он подымается над водой, обязательно есть птички, которые ему выклевывают всякие ненужные ему вещи, и он их не кушает. Арабы такие же, без которых не может жить. Не совсем так. До этого состояния, до состояния мира между евреями и мусульманами, мы достаточно быстро можем грамотно вернуть назад. Мы очень быстро можем это играть. Но это если мы перестанем делать те глупости, которые делают сегодня, и получить назад всю Иерусалим и все остальные вещи. И нужно просто грамотно это делать. То есть со всеми нужно говорить на том языке, о котором они понимают. Хорошо. Дайте, пожалуйста, дайте такое-нибудь стюкси. Не нужно говорить на тюкотском языке, с мусульманами нужно говорить на языке Корана. А везде написано вранье. Например, написано, что в Коране не поминается Иерусалим. Неправда. В Коране подробно разбирается, например, понятие кибла. Переход с первой киблы на вторую. То есть в какую сторону молиться. Первая кибла была на Иерусалим, все это знают. Коран развивает другие примеры, могу привести. То есть в Коране еврейскими буквами не написано Иерусалим. А Иерусалим там поминается прямо и косином много-много раз. Но все говорят, что там не написано, и на этом строят якобы линию защиты. Это линия защиты заведомо проигрышная, потому что она базируется на лжи. Это все равно, чтобы показать полицейскому фейк-айди. Если вы покажете полицейскому фейк-айди, рано или поздно это плохо кончится. Или вы приведете этих самых свидетелей. Давайте скажем, что фейк-айди это ложная связь. Все, на чем сегодня лозунги кричат, все, на чем сегодня базируется Израиль, значит, правдивые наши права, а подмененные на правдивые наши права. Давайте переходим дальше. Леон, да, у нас... А, Генрих Бостон. Генрих Бостон. Здравствуйте, Бостон. Здравствуйте, Генрих. Здравствуйте. У меня есть и впечатление, и вопрос. Впечатление следующее, что ваш собеседник к сегодняшнему дню не имеет никакого отношения, что все его разговоры лично мне напоминают бывшему гражданину СССР разговоры о возможности построения коммунизма и ссылкой на Карла Маркса как неизвестный авторитет. Поэтому я не считаю разговор серьезным. А вопрос мой такой. Почему объединенные нации, когда создавали государство Израиль, вот решили то, что вы сказали уже несколько раз, и полностью проигнорировали те аргументы, которые только знает ваш собеседник. Спасибо. Спасибо. Сегундочку. Значит, я просто хочу уточнить. Если мы говорим о каких-то аргументах, вы тоже должны быть аргументированы, а не... Я только аргументы говорю. Еще раз. Да, пожалуйста. Значит, опять я говорю, вас обманули. Он никогда не создавал государство Израиль. Значит, во всем... В 47-м году, во время реставрации хорошего, была только речь Советского Союза была произведена хорошая, красивая речь. А решение ООН было разделение Палестины. То есть, Палестина, согласно мандату, согласно договору, Палестина принадлежала евреям. Более того... Сегундочку, секундочку. Какому мандату? Английскому мандату она не принадлежала евреям? Значит, мандату... К какому мандату она принадлежала евреям? Одна из фундаментальных работ, которые наш институт сделал, мы нашли мандат Рело, который четко, однозначно говорит, нашли... Вы говорите о мандатуре, которая была разделена, Палисина для англичан, Сирия для французов и так далее. Вот это время вы имеете? Примерно, но оно не для англичан. Мандатуре не является владельцем. Мандатуре это типа реал-эстейт-эйзит, который... Например, если я вам даю 100 долларов, чтобы вы передали оператору, и когда вы подпишетесь, что вы становитесь в мандатуре, когда вы подпишетесь, что вы не имеете права найти деньги, вы не имеете права с них получить никакой пользы, и что вы несете полную ответственность, если вы не передадите. Вот это мандатуре. Переходим теперь к евреям. Откуда у них было право на мандат? Израиль не был создан ООН. В ООН было решение разделить Палестину. Возьмите, прочитайте, резолюцию 181. Называется Partition Palestine. Вы сказали фразу, у евреев был мандат на Израиль. Да, на эту страну. Когда? Когда этот мандат у них был? Мандат на Палестину. Этот мандат был выписан в 1924 году. Он основывается на договоре между арабами и евреями, и на Версальских постановлениях. Кто выписывал этот мандат? Выписывала Лига наций. Система, это так называемый Covenant of League of Nations. Это 22-й пункт. Я называю каждую позицию закона. У меня на самом деле плохая память, но эти вещи мне приходится с ними каждый день работать, я их помню. Это 22-й пункт Версальских договоров, 22-й артикл, говорит о создании Лиги наций, Covenant, и говорит о том, и там создание самой системы мандатов. Там уже расписано, что мандат на Палестину, mandatory, то есть ответственным за это мандат, не владельцем, ответственным на территории Палестины является Британия, на территории Сирии является Франция, на территории Транс-Иордании опять является Британия. Потом, значит, две позиции упоминаются в Сан-Реме на совещании стран-членов Антанты, просто упоминаются. Никого отношения не имеет тот член Антанты, военный... Хорошо, я говорю о мандате. А это Лига наций. Мандат. Мандат в итоге, значит, окончательная редакция мандата на Палестину, из мандата группы А. То есть в тех же формулировках, которые были в Лиге и нации, созданные еще в 2019 году, в тех же формулировках, с удочнением, значит, он окончательно записывается, соформируется в 24-м году. Это формулирован этот мандат на Израиль и на Палестину. Он называется «Мандат на Палестину». Так, дальше. И там называется, что вся... Там тоже говорится, что Палестина – это еврейская земля, и что Англия берет на себя ответственность о том, чтобы Палестина осталась еврейской землей. Там написано, что Англия не имеет права менять ничего в этом мандате. Прямо в преамбуле в позиции 1-й, 5-й. Там сказано, что это территория израильская, еврейская. Да, там сказано, что территория еврейская. Дальше идет... Прямо записано, вы отвечаете за эти слова? Там написано, что он признает историческое право еврейской. У меня вот, пожалуйста, выписки из мандата, я могу зачитать на английском. Вот это summary, вот здесь вот они ключевые. Мы не будем сейчас зачитывать. У нас масса звонков и... Артикл 1, Артикл... О, извините. Артикл 1, Йосиф, Йосиф, остановились. Итак, там записано, что Палестина принадлежит еврейскому народу. Почти так записано. Там записано права евреев на эту территорию, что задачей Англии является помочь евреям в создании еврейского государства. Понятно. Тогда мы уезжаем в Нью-Йорк к господину Давиду. Давид, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Говорите, быстро говорите. Нет времени. Израиль ждет. Одну секунду, я хочу вам сказать два вопроса. Пожалуйста. В первую очередь, Палестинское государство, когда турки и англичаны были на Ближнем Востоке, дали Палестинское государство Ярданию. И тогда турки ушли. Англичаны остались. И тогда англичаны дали Израилю все это территория. Палестинское государство это Ярдание. А то, что они пришли в сторону Израиля, это беженцы. Скажите, пожалуйста, какие два вопроса у вас есть? У меня вопрос. Только быстро, коротко. Есть первые, когда турки зашли, это мусульманы. Это вопрос или это комментарий? Нет. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас контракт, кто Палестинское государство? Контракт. Окей. Второй вопрос есть? Нет. Все. Спасибо большое. Большое. К сожалению, опять вот эти... Городко. У нас время есть. Вам опять подсунули неправильную информацию. Турция на этой земле правила 600 лет. И когда после войны, когда Турция была разбита, Турция ушла, она вроде как висела подвешенная. Но уже были вот те самые решения в Версальской конференции, в Версальские договоры в Париже подписаны в Парижской конференции Версальские договоры, которые говорят, что это все в итоге должно стать. Когда арабская делегация полностью согласна на то, что вся, включая сегодняшнюю Орданию, что все это должно стать еврейским. Дальше Англия делает одну подлость за другой. Третью. Первый губернатор Иерусалима, не Сэмуэлс, а я сейчас могу вспомнить, как его звали, губернатор Иерусалима четко сказал, мы здесь хотим создать маленький Ольстер. Ольстер это где террористическая деятельность идет в Англии самой. То есть он прямо сказал, что наша задача создать на территории Палестины маленький Ольстер, где евреи будут находиться во враждебном арабском окружении, а она еще не была враждебным тогда. Эту задачу Англия выполнена, это записано, задокументировано. Конкретно первый, это первый военный губернатор Иерусалима, который потом стал мирным, гражданским губернатором Иудеи и Самарии, и много еще чего другого. Понятно. Эту задачу они выполнены. Теперь, то, что он сказал, в 25-м году, в 24-м и в 25-м году Англия официально признает, значит, им за это должны ее судить, Англию, официально признает Иорданию, как арабское государство, она идет против... Да, это уже мы уходим дальше и дальше. История Ближнего Востока, история Израиля, она настолько глубока и интересна, что можно говорить вечно. А мы едем... Арабское и палестинское государство, кто когда создал? Арабское и палестинское государство создали в 88-м году, и 95 стран признаны, как раз на основании того решения, которое, говорят, якобы, создало Израиль. Нет, оно не создало Израиль. Оно разложило основы для того, чтобы в 88-м году создали арабское государство на еврейской земле. Хорошо. Анатолий Калифорния. Анатолий, вы с нами? Да, здравствуйте. Я понимаю, времени совсем немного. Да. И буквально, значит, вы уже упоминали содержание, значит, резолюции ООН 181 от 29 ноября... Да, ваш вопрос. ...в 47-го года. И вот уважаемый информированный политолог Илья Левков, вот в предыдущих передачах и вот в своих статьях и книга «Мандат по террор», он тоже приводит... Да вот и вот пунктом после создания государства, три пункта, это резолюции создания двух государств. И, значит, и... И... И оба государства должны функционировать в одной экономической зоне. И третий пункт Иерусалим, значит, становится городом под контролем международного сообщества. Мы об этом всем говорили. Ваш вопрос. Постарайтесь... Вот еще, может быть, коротко удастся. Почему до сих пор, я не знаю, сколько там стран, но Соединенные Штаты, главные, так сказать, сторонники Израиля, не признают Иерусалим столицей Израиля? Хорошо. Все понятно. Анатолий, большое спасибо. Мы с вами как бы уже заговорили на эту тему Соединенные Штаты Америки и отношение к Иерусалиму. Оно меняется. В данном случае как бы сегодня немножко оно изменилось. В чем? Чтобы Америка могла что-то признать, на основании чего она это может признать? Основания, которые у нас реальные есть, везде спрятаны, а на основании резолюции 181, которую в Кнесте празднует, Америка не может признать Иерусалим. В резолюции 181 написано, что Иерусалим международная территория, не принадлежащая евреям. Хорошо. Смотрите. Нам осталось две минуты, чтобы спасти Израиль. Всего две минуты осталось. Очень легко. Вы сказали, что вы можете вообще за одну минуту это сделать. Скажите, пожалуйста, что надо сегодня сделать в вашем представлении? У вас есть 60 секунд. Что надо сделать? Выступить, может быть, создать комитет, создать какую-то группу, создать, я не знаю что, новую организацию военных наций, чтобы утвердить право Израиля и Иерусалима. Нужно восстановить наши юридические права. Восстановить это можно только в судебном порядке. Не потому, что суд какой-то есть хороший. Куда подавать этот надо? В ГАА, в международный суд? Нам нужно срочно подать сейчас, здесь, прямо в Нью-Йоркском суде, в Нью-Йоркском суде кейс против ООН, против главной враг является не арабы, главным врагом является ООН. Мне сегодня просто кончаются деньги, мне нужно еще один миллион. Я уже больше полмиллиона потратил только здесь, в Нью-Йорке. Мне не хватает победить. Нам нужно победить. Я могу вышвырнуть ООН из Нью-Йорка, вышвырнуть за нарушение ее собственного... Секундочку, секундочку, мы спасаем Иерусалим, Израиль, а не Нью-Йорк. Итак, надо, я правильно понимаю, надо подать в суд разбирательство, которое покажет все первоосновы этих договоров, и это на основании этого... Не разбирательство, разбирательство мы проиграем. Нужно использовать суд как нотариуса, нужно подать документы только на утверждение. Еще раз, мой институт делал фундаментальное... Все понятно. Менда Торило, на основании Менда Торило можем выиграть. Все. Мы показываем Менда Торило, Иосиф Яковлев, это наш сегодня гость, основатель Нью-Йорк, Миддл-Ист института. Большое вам спасибо, я понял только одно, мы должны подать в суд и как нотариус, где было бы все признано. Все. И мы это сделаем с вашей помощью и с помощью наших телезрителей. Договорились. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Уважаемые телезрители, я уверен, что эта передача и этот разговор это повод для размышлений, повод для того, чтобы вы сами начали копаться, искать, думать. И если Иосиф будет впереди, на сайте института, то вы тогда сможете что-то помочь Израилю конкретно. Спасибо вам большое, что этот час вы провели с передачей «Контакт по понедельникам» и до новых встреч по понедельникам. Спонсор программы Centers for Medicare and Medicaid Services. Окажите содействие в борьбе с мошенничеством в системе MediCare. Сообщайте о подозрениях в мошенничестве по телефону 1-800-633-42-27. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok